Слава Украине! Привет всем! От Полонского Бавовна, друзья мои! Да еще и какая Бавовна! Тут, как предисловие к Бавовне, хочется напомнить, как наши герои фактически уничтожили Черноморский флот Российско-фашистской Федерации. Посмотрите, что от него осталось! Остались жалкие ошметки, оплевки, которые сейчас заплеванные там стоят в Новороссийске, за бонами, боятся вылезти из порта и, собственно говоря, прекратили свое существование как боевая единица. От флота осталась флотилия, да и та трусливая, да. Это что касается Черноморского флота, но, друзья мои, у нас же не только Черноморский флот есть, у нас, точнее, у них, как оказалось, есть еще и Балтийский флот, да, он непосредственного участия в российской агрессии в Украине не принимает, но каждый удар по Балтийскому флоту ослабляет Российскую Федерацию как таковую, доставляя ее делать большие, очень дорогостоящие ремонты, отвлекая усилия, отвлекая мастеров, которые будут это все делать и так далее, и вообще ослабляя ее и деморализуя. Вот это же самое главное. Итак, тральщик Александр Абухов, новый, свежий, значит, после ремонта выкатился из Санкт-Петербургского завода, шлепнулся пузом, как говорится, в лужу Финского залива и поплыл, хотел показать всем, что он великий, могучий, такой же, как Россиюшка, но, собственно говоря, таким он и оказался. Приперся он, причух, гыкал, можно сказать, в Балтийск, есть такой порт в пока еще оккупированном Калининграде, и там, собственно говоря, встал и думал себе, что он бог за бороду поймал, и ему там сухо, тепло, комфортно, несмотря на то, что он в воде, а уже осень. Итак, друзья мои, короче говоря, 29 сентября текущего года, то есть вот, 10 дней назад, с этим тральщиком приключилась бяда, бяда, та еще бяда, до него добралось главное управление разведки Украины, да, не думайте, что это просто так как-то что-то было. Нет, сделали небольшое отверстие в газогоне, в его двигателе, кстати, двигатель у него крайне дефицитный, ну, вообще на таких кораблях двигатель это штучный товар, одним другой не заменишь, только под него, это же такие вещи очень сложные, очень большие, очень дорогие. Вот, сделали небольшое отверстие, там, 2-х миллиметровое в газогоне, как результат, в двигатель попала вода, как результат, ну, все понимаете, что после этого происходит, там гидродинамический удар, двигатель, короче, разнесло, теперь ему требуется очередной очень дорогущий ремонт, ну, и самое главное, запчасти, которых у них нет пока что. Так что вот этот корабль, это уже второй корабль Балтийского флота, который, несмотря на то, что он не принимал вроде бы участия в российско-фашистском вторжении в Украину, как говорится, отправился курсом русского военного корабля, туда, куда ему, как говорится, доктор и прописал отправиться. Да, так что вот этот корабль Александра Бухов больше уже не плавает, точнее, плавает, знаете, корабли ходят, а этот плавает, как лайно в Аполлонке. Слава Гур, который это все провернул, сделал и так далее. Надеемся когда-нибудь услышать имена героев. Собода Украина. Субтитры сделал DimaTorzok